здравствуйте дорогие друзья сегодня я расскажу вам о содержании лесных коньков антус тривиалис лесные коньки это очень хорошие певцы песня лесных коньков очень похожа на песню домашнего кеннера во многом даже превосходит его по качеству пения и очень хорошо когда рядом содержатся кинора и обучаются пению и обогащают свою песню берут свои нотки вот такого певца как лесной конек вот этот экземпляр живет у меня уже 8 год то есть это очень благодарная птица и вообще в принципе насколько я сталкивался любые коньки но сейчас речь идет о лесных коньках они достаточно быстро привыкают и становятся абсолютно ручными берут корм из рук то есть это даже не выкормыш а именно вот пойманная птица а выкормыш их я уже вообще не говорю которые будут следовать за вами постоянно по пятам вот но единственное что для начала когда вы птицу только приобрели если это взрослая птица свежепойманная не обдержанная то естественно ее нужно первые полгода желательно поддержать в деревянной клеточке можно даже в ящичной клеточке чтобы она не отбивалась а а потом когда она привыкнет достаточно на одну или на пару птиц вот такой вот клетки 50 сантиметров длиной 40 сантиметров шириной и 45 высотой вполне достаточно получат самочки здесь нету но весной я планирую к нему подружку постелить очередную для разведения вот ним немного о том что вы видите в клетке на дно я как уже рассказывал насыпают слой песка чистого просеянного потом второй слой у меня идет слой опилок желательно либо березовых либо осиновых а на пилке уже я насыпаю слой мульчи лиственницы и это самый идеальный экологически чистый вариант потому что я перепробовал массу постелок и возможно вот это лучше всего впитывает абсорбирует потом все это дело разлагается через месяц берется совочек все выгребается и засыпается таким же образом новые слои компоста вот это вот за годы практики я нашел такой просто но вот идеальный вариант да конечно это дороговато наверное по финансам если на выходе получается но это очень экономит время здоровье птиц способствует здоровье чистоте эстетики потом мы видим там стоит чашечка зерна смесью потому что хотя лесной конек является насекомоядной птицей тресогусковые эти птицы но все-таки зерно они едят как и скажем там дрозды большой очень охотой и особенно если это будет какой-то разно траве семена диких трав мелкие такие семена типа мака амаранта все это они употребляют пищу с большой охотой с большим желанием дальше идет мешанка домашнего приготовления смешанка я никогда не мудрю это у меня банальное яйцо круто сваренная скорлупа мелко как бы размолотая скорлупа от яйца и морковка только обязательно отжатая морковка чтобы она не была сырой вот три компонента то есть это белок каротин и кальций вот как чего-нибудь перемудришь все птица отказывается есть то есть нашел лично для себя такой вот идеальный баланс для мешанки которым я придерживаюсь уже долгие годы дальше идет мучник вот я этот мучник тоже иногда витаминизирую просто перед присыпаешься этими порошками витаминами чтобы обогащать дальше идет это уже магазинная яичная смесь там одна с медом другая с контактином ну на выбор они чем хороши что например если на работе задерживаешься это такие ситуации у всех бывают то ты смело знаешь что у птицы есть в клетке корм что она не будет сидеть голодный потому что этот корм не портится просто он если загрязнится то можно верхний слой подснять вот и всегда у птицы есть на пожарный случай что можно перекусить скажем так вот прибежал домой если какой-то аврал быстренько водичку сменил и все а на следующий день уже спокойно занимаешься кормлением не спеша вдумчиво знаешь что что все в порядке вот там у меня идет песочек насыпанный минеральными смесями которые глина там в перемешку в котором время от времени тоже употребляет и грызет клюет вот ну и поскольку конек птицы чистоплод на эту запросто можно например воткнуть какую-нибудь декорацию там живое растение цветущая конек не будет его грызть не будет обламывать вот для этой птицы можно запросто такой маленький цветочек поставить также здесь мы видим лампа у меня дополнительно стоит дневного освещения но вообще бы я вкручиваю сюда еще ультрафиолетовую лампу двоечку чтобы дополнительно но это зимой в летнее время у меня просто стоит обычная лампа также вы видите что дверка в клетку открыто то есть птица сама выходит разомнется погуляет сама заходит назад для него это нормальное явление живет своей привычной жизни обратите внимание для птицы столько лет проведенной в неволе перо идеальное блестящее как будто только что из леса даже не всегда когда птицу приносишь из леса у нее бывает настолько хорошее перо и перо и окраска вот так вот видно да мой хороший домой маленький вот а девочки у них вообще настолько бывают ласковые что они прямо за тобой ходят по петам и выпрашивают у тебя червячка хотя у них например в клетке есть червяки но вот им нравится чтобы ты именно с руками с руках кормил и вот они как за папой за тобой бегают и выпрашивают но настолько это смешные забавные птицы вот вроде как пестренькая такой как бы дроздик в миниатюре маленький олененок но все таки вот что то есть в этой птице такое что очень притягивает но самая самая конечно эта песня которую когда он будет верить я обязательно запишу и выложу песню вот тогда послушайте и поймете насколько она как бы красивая близка к пению кенора и в то же время немножко своеобразная немножко своя ну а так если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы по содержанию лесных коньков то обращайтесь смело подскажу расскажу объясню как содержать удачи вам дорогие друзья будьте как птицы с вами был виталий семеткин удачи вам